друзья несем со скалу как вы думаете для чего ради чего мы снимаем ролик я и моя тень я вот вот эта красавица мы ее тут активно гоняем по склонам как можно близко лететь рядом со склоном судя по тени вы понимаете что я не очень-то далеко ведь здесь мы кстати тень мы сейчас опустимся сюда вот она летит рядом со стеночкой но согласитесь только скорость оверспит набираю высоту сбрасываю скорость до 120 нос в планету чтобы вам красиво было какая красивая скальная стенка вот вдоль нее мы и садим как раз теперь неудобно снимать поэтому мы сейчас пройдем вам до стеночки на другую сторону и повторим немножечко съемочку собственно здравствуйте вы уважаемые любителей ледных видов спорта наступил вечер и как это самое время немножечко пожалеть шалить нам помогает склон на который дует ветер это шабр гора ветер дует со скоростью всего лишь сколько там 16 килограмм в час ни о чем то есть пойти что ерунда но этого планеру типа там русский пистолет более чем достаточно для того чтобы немножечко славно и во всю пошалить сегодня у нас не все хорошо с энергией 63 процента у нас осталось заряда потому что день не скрою тех тяжелый погода была сложная мы немножечко капельку включали моторчик разочек другой и поэтому батареечку высадили но зато видите награда какая нашла нас замечательный кинематографический склон вот я теперь приезжаю со склоном а некоторые спрашивают не страшно ли вам приезжать со склоном почему боятся кому склонный склон берешь пилотируешь хочешь отвернул хочешь поливнул главное чтобы сказать не встретиться с тенью я сейчас веду планер максимально близко к рельефу немножечко покачивает вот я это делать умею знаю что если что нужно ручку на себя и от рельефа отскочишь поэтому ничего я не боюсь если ручку на себя будете на так видите мы на фоне склона чудо красота как тебе летается доволен да хороший день это у нас третий вылет за сегодня 8 час в небе и вот давай вроде как пора на ужин видите пройти вот такой красоты я не смог попутно можно подумать о парении на склоне то есть в принципе у нас очень большая часть обучения это работа у рельефа и не скрою два моих ученика за два дня вполне свой ли этот полет у рельефа я доволен то есть могу летать в носу ковыряться скучать вот они в этот момент ивотирует вот примерно на таком склоне это непросто то есть я иногда может сказать дрожал страдал было мне очень страшно ну потом постепенно когда ученик уже учится у него все получается страшно мне быть перестает почему важно быть летать близко к рельефу уметь дело в том что ветер который дует на этот склон сейчас слабый если летать не так близко к рельефу то мы собственно посадку пойдем а мы же хотим немножечко еще пошалить это увидите вот я ведь немножечко трясет конечно прям так близко к рельефу так скорость не могу быстрее разогнаться уже желтый сектор уходит и пестрее начинает ругаться оверспит ругается газ вот больше не могу друзья и потом смотрите на высотомер вот по мере сброса высоты ой скорости растет высота это вот тот самый волшебный аккумулятор планер это универсальный аккумулятор он может энергию переводить из одного вида в другой мало того вот этот способ прохода на высокой скорости максимально близко к рельефу у стенки теоретически позволяет высоту лучше набирать конечно планер который несется быстро расходует много энергии с другой стороны идет самым пустом месте где-то энергию дают и в этом случае видите я не будем ни в коем разе не проседаю до 200 относился вот место где вы летели и сейчас у меня скорость 150 если я хочу подняться повыкнул сброшу скорость и поднимусь повыше но я-то не хочу вам же не интересно смотреть когда я далеко от рельефа вам уже наверно интересно смотреть поближе и поближе так что тут еще такого интересного рассказывать это показывает по разворачиваюсь я сделаем еще один проходик на этом под этим склоном можно приземлиться им сейчас покажу кстати посадочную площадку который здесь рассчитываем если вдруг до дома не долетим давайте сейчас так в таком ракурсе пикирования склон разгон летим собственный день вот отворачиваем и опять параллельно и тут же трясет здесь а придать обрыв такой злой бездна энергии просто бездна обещал я вам площадку сейчас я у него покажу развернусь только конечно склон очень красивый здесь можно сверху сидеть ножки свесив а возьми ручку пройти вдоль склона я покажу твоя ручка эти мой можете ученик или вот здесь я взлетал на параплане кстати вот здесь растерил параплана прыгнул в пропасть почему так сделал потому что вот на поле которое внизу это поле какая длинная полосочка вот процент рукандра вот туда планер приземлился эту история наверно уже раз кто рассказывал я тогда только начал летать на планерах это был 2011 год и я стоял здесь на шабре с группой про туристов приехали летать и вокруг летают планера а я же уже на бланике летаем все они белые красивые думаю вот в один потрогайте представьте мысль как материально заметался один планер чпунь туда на ту поляду у него взорвалось шасси за заход представляете очень простой ручку от себя и в гору ну потому что если с горы бы он приземлялся он бы туда куда нибудь и укатился до дна долины и планера взорвалось шасси фонарь не открывается мы все испугались я говорю а кто у меня в группе самый большой мальчик один говорит я сколько весит 135 игру молодец я его свой тандем и мы вот как раз этой скалы лучше ветер был очень сильный взлетать было нельзя но если с большим весом то можно и все сейчас я в эту скалу поближе покажу я взял ручку пройдем как раз так полянка из которой я взлетал представить вот в эту пропасть я шагал с парабланом но тут такой ветер что кстати также трясло вот видите кстати был такой же ну только сильнее такой же допустим с этого места я чпунь доброплани и на помощь спасать жена а почему я знаю что это джону как только познакомились а во вторых какие перегрузки эти перегрузки у нас берет а здесь аксинерометр есть как твоя ручка разворачивается шон это нейрохирург американский он сюда приезжал на два месяца каждый год летать и потом ходика через четыре вот зашел ко мне в гости причем я не знал что это он его привел наш общий друг я еще не знал что в сере буду летать откуда джон был откуда сюда приземлился то есть совпало кучу всего я уже успел в дом купить и ко мне в дом домой пришел в гости джон спрашивается как вообще здесь недвижимость в франции покупать и прочее вот мы беседуем и ты гора как нашел это волшебное место знаешь джон я как-то забрался на гору шапор и наблюдал за планирование ну и помечтал чтобы один планер куда-нибудь приземлился потрогать вот он приземлился с джоном очень дружим теперь и вообще так вот такая вот была интересная веселая история чтобы такой еще показать показываю как мой студент держит ручку нормально держит ведь его как-то учили так и держит летает он уверенно ведь я спокойно снимаю видео разворачиваются не ассистирует погода конечно волшебная чем прекрасно это место обилием возможностей то есть мы с утра летали в одной погодной массе потом другая погодная масса потом 3 потом вот вечером вот этот кайф весь еще один проходит ну давай еще один проходит стене друзья по многочисленным просьбам чувствую хочется я нашел хороший ракурс для камеры в том смысле я прижал ее к стеклу теперь теоретически и должна меньше трясти управляю я люблю левой рукой я умею и левой и правой это важно уметь двумя руками потому что вы понимаете что если вдруг одна рука устала когда устал левой давай правой ну и точность пилотирования примерно одинаковая а как так так а англии вегу можно так сказать прекрасное совершенно настроение волшебный склон отличное завершение летного дня и действительно пора завязывать с полетами потому что очень хочется кушать я могу честно сказать что за сегодня похудел потому что завтракал и не обедал целый день в небе целый день без еды ну правда сидишь как дурак и лениво двигаешь ручкой хрен так похудеешь конечно но сейчас зато я сяду на электровелосипед поставлю электропестрель на зарядку сяду на электро видит велосипед и поеду мы можем заканчивать наше мероприятие до новых встреч уважаемые любители лет и видоспорта до новых позитивных роликов эго гей эго гей